Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на семейных посиделках! Добро пожаловать! Делайте себе чай-чаёк, берите Илья газ-напитки и начинаем с вами болтать о том, что... Видите, Илья, запретный газ-напиток, но порой это надо. Хочется, потому что вместо кофе лучше я выпью газ-напиток. Я понимаю, что тоже мне нельзя, но у меня бывает тоже, бывает, я покупаю себе чипсы. Сема наших поболталок-болтушек с вами – это подготовка к Новому году, предновогодняя суета. И настроение предновогоднее, да. У нас уже потихонечку оно появляется, да? Появляется, и нам уже, вы знаете, очень приятно, Илюш, нам уже начинают потихоньку дарить подарки. Да. Илюше дарят дети. Да, детки дарят, а маме дарят. Вы представляете, ну, вы знаете, очень приятно, я хочу сказать. У нас по всему Серпуховскому району, району, не Серпухов, а район, Илюш, это представляешь каждому пенсионеру, покажи в заде тебя кулёк. Каждому пенсионеру? Каждому пенсионеру домой. Мама прям под впечатлениями. Это драгоценный. Мам, знаешь, я тебе хочу сказать, мелочь, но приятная. Илюш, ну ты представь, сколько пенсионеров, и, допустим, у кого-то два там пенсионера, и всем приносят подарки. И я вам сейчас покажу, вы знаете, причём, Илюша, это не только к Новому году. На 23 февраля носят мужчинам, и на 8 марта. Ну, я не знаю, как будет в этом, в Новом году, а раньше так всегда было. Так что не забывают пенсионеров, да? Да. Ну, когда я посмотрю, это что у нас такое? Это чай. Ой, чай новогодний вечер. Видишь, новогодний вечер, и всё по теме. Новогодний вечер. Понимаешь? Ну, всё равно, знаешь, мелочи, а приятная. Ну, смотри, дальше, посмотри, всё, видишь, как всё в теме выдержано. Слушай, прикольненько, конфеты. И конфеты, причём... С мягким ирисом, красный октябрь. Красный октябрь, тебе не то, что дешёвка какая-то, да? Да. Вот. Посмотри ещё, рулетик. Вот, рулетик, прям какая сентиментарная эмоция. Рулетик. 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 Открыто. И смотри, от... Смотри, как написано, слова сейчас я вам почитаю. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Пусть наступающий год... Так, резкость, резкость... Сохранит... Сохранит... Всё самое лучшее станет для вас и ваших близких благополучным и успешным. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости. Радости, вот представь, без очков, мира, радости и отличного настроения. С уважением глава Серпуховского района, Ермаков. И ты представляешь, Илья, это сколько же ему надо было бедному, ведь это... Подпись, автограф, это подписать все открытки. Это вот такой вот подарочек. Ну, вы знаете, вот ты знаешь, Илюш, это опять у нас папа прописан в доме, а я прописана в квартире. Вот тот, кто живет в городе, пенсионеры, ничего нам. Вот это что, а по деревенским? А деревенским, да, всем вот, кто живет в районе, вот у нас папа пенсионер, вот ему подарочек. И не только раньше всегда, вот не знаю, в этом году будет или нет, потому что новый главар у нас района на 23 февраля и на 8 марта подарки. Так что не забывают пенсионеры. Нет. А меня не забывают мои ученики. Мне девочка маленькая пришла на занятие с пакетиком и говорит, Илюша, я хочу тебя поздравить с Новым Годом. Переживала, наверное. Переживала, волновалась, рученьки тряслись. Я ее обнял, говорю, спасибо тебе большое. И там, смотрите, какая красотень. Там елочная игрушка стеклянная. Сейчас стеклянные игрушки, это вообще редкость. Сейчас все пластмассовое или есть, но очень дорогие. Но дорогие, очень дорогие, да. Шоколадочка, Мерси. Мне кажется, сейчас Мерси самый клевый шоколад, самый вкусный. И прям все равно у него праздничная какая-то, да, такая оберка, упаковочка. И какие-то необычные, необычные конфетки. Конфетки с... Как Рафаэлка, да, с фруктовой начинкой. Клюква и яблоко, да. Клюква, яблоко, смотрите, какие вот такие. Так что нас уже дарят сладости. И потихонечку уже у нас появляется новогоднее настроение. И у меня эта девочка спрашивает. Вот это тебе подарок, а ты письмо Деду Морозу написал? А я говорю, я еще не написал. А она говорит, а я уже написала. И у нас есть такой маленький обычай. Сейчас мама расскажет. У нас племянница, как пишет письмо Деду Морозу. Да, у нас внучка. Ну, Оля так вот как бы, да, ну вот для доченьки вот такую сказку придумала. У нас все время Ореша, внучка. Мама, конечно, пишет. Она не умеет писать. Ей еще только четыре с половиной года. Но они вместе садятся и пишут письмо, чтобы Ореша хотела получить от Деда Мороза. И у нее два Илюшка Деда Мороза. Один городской, где они живут, а один деревенский, то есть где мы живем, в деревне. И вот она пишет два письма, кладет в морозильную камеру и утром бежит, проверяет, письма забрал Дед Мороз или нет. И столько восторга, что письма-то забрал Дед Мороз. Значит, эти подарки будут у нее. Вот. А ты, Илюш, еще расскажи. Ведь у нас же тоже был... Да, мы тоже когда были маленькие, у нас был свой такой, как хабычье. Да не только. И сейчас. Ну и сейчас мы его придерживаемся, что постоянно каждый Новый год мы ставим под елку сапоги. И утром мы просыпаемся, и в сапогах у нас подарки от Деда Мороза. Вот так даже мы до сих пор взрослые, до сих пор, уже мы взрослые, не дети, но до сих пор мы придерживаемся этой семейной традиции. Вот так. Да, хотя я уже иногда говорю, ребят, ну давайте, ну что, взрослые, ну вроде бы подарки, давайте за праздничным столом дарить подарки. И Оля с Ильей говорят, нет, потому что это очень приятно утром. А вы знаете, это как волнительно ночью. Это же надо, я всегда смеюсь, значит, папа наш так, спят, спят, папа, чук-чук-чук, пошел подарки там разложил. Потом я, ага, спят, спят, чук-чук, и вот так все по очереди складывают подарки под елку. Это, конечно, очень волнительно и очень здорово. Такая теплая традиция, очень приятная традиция. Очень такая хорошая. Я знаю, просто в некоторых семьях прям вот подарили, вот чуть ли не за столом новогодним, но все равно как-то утром получать подарочки очень хорошо и приятно. Вот, но только вот, конечно, вот для меня сейчас уже как-то уже сложно подбирать в стол подарки. Ну что значит, самое главное это внимание. Ну, внимание, да, ну нет, ну хочется, чтобы тоже подарок как-то понравился, как-то вот. Я уже тоже говорю, может, вам тоже, представляете, я тоже говорю, может, тоже, ну, напишите письма, положите в морозилку. Нет, ну, кстати, по поводу морозилки, вот это очень хорошая идея. Очень хорошая идея, да. Вот даже только знаешь, не только уже, вот мне тоже, вот вам тоже надо написать Деда Мороза, но только не в такой категории, знаешь, Ой, мне что-нибудь скромненькое Вот надо прямо представить, что это сам дед То, что хочешь И писать Хочу ланджи-ровер, Мазерати-Бугатти машину И всё И всё, да? Да И машина будет в туалетной бумаге замотана Вот знаете, кстати, про машину хочу сказать Вот знаете, у нас наша первая машина Это была Тойота Мы её купили на Дальнем Востоке Она праворукая И она уже, хотя в отличном, да? Внешне она в отличном состоянии Но уже всё, там что-то Двигатель, и она пришла в негодность И вот я понимаю, что это, конечно, это глупость Но и Оля тоже и говорит Ну жалко же нам её Ну я понимаю, что вы говорите, что жалко её выкинуть Ну надо выкинуть А на самом деле это фигня полная Это называется вот так и засирается, по-русски говоря Ну надо, конечно, её выкинуть По идее, надо людей жалеть, а не машину Это машина, видишь, как даже разные люди А я тебе учу На уходящую вещь появится новая вещь И пока ты не избавишься от старой От старой новой не придёт У тебя новая машина не появится Поэтому в новом году надо будет нам от неё избавиться Да вообще надо, я говорю Ну избавиться-то, опять я вам, друзья, хочу сказать Илья, от неё избавиться-то проблемно Вот-вот-вот Это вызвать эвакуатор, отвезти её Ну я нашла хороший выход Приедут Ну да, строители Строители приезжают всегда Ну южные строители И они собирают металлолом И мы эту машину им отдадим Ну я понимаю, да, то, что, знаешь, типа В каком плане жалко Что вот, столько лет мы на ней ездили А она же такая роднулечка, роднимая И сколько мы на ней продуктов перевозили Но в тот же момент Ну и вот стоит она И что, и ржавеет Ну да Илюш, ты знаешь Когда там приезжали Вот мини-фермер Мы снимали про инкубатор И что-то стали разговаривать И как же там он выразился Вот, ну всегда хочется чего-то лучшего, да Кто-то ездит же на иномарке Кто-то ездит на жигулях Но ему хотелось уехать, ездить на иномарке Как-то он выразился вот так А я сижу и думаю А мы-то на чём ездим? Мы ездим, дорогие друзья На родном пятаке А я вот знаешь, что хочу тебе сказать Что вот про машину Даже её как-то, знаешь, в каком плане? Да её надо, мам, вообще не на металлолом Вот серьёзно, на полном серьёзе говорю Не надо её в металлолом складывать, сдавать Она стоит, даже хлеба не просит Если её, сейчас тебе прям поймёшь От моих мыслей Когда был маленький, мы приезжали сюда в деревню К бабушке Мы любили гулять по деревне Девочки и мальчики Вы просто не представляете, какой был кайф Когда мы ходили в соседскую деревню Туда куда-то, на старую деревню И там у одного чувака Стояла раздристанная, разломанная машина Вот так же они на металлолом Для детей какой кайф сидеть в машине Мы играли в карты в машине Мы играли, как будто мы едем, рулим Для Арики, знаешь, какой кайф Ну вот тоже, папа наш говорит Аришка будет в ней играть в этой машине Вот, там, ну внутри-то вообще салон-то, конечно, отличный Ну просто ее, ну она, в принципе, ну блин, ну она что, типа на ходу может быть? Вообще она может быть на ходу? Что ты думаешь? Ты знаешь, очень трудно сказать Потому что все там чисто японское Запчасти очень дорогие И просто опять проблема Это надо куда-то ее вести Мы консультировались И нам сказали, что А к чему выделки не делают? Да, не факт, что там Можно ее как бы, да, реанимировать Поэтому декор берем, откатываем ее назад Да, вот на огород, на наш, на огород Сверху ставим горшки с цветами Вьющимся цветы Пускай разрастаются, машину Отплетают и будет красотка Декор Да нет, ее надо отдать просто людям металловым Ну и людям металловым Да, это тоже добро И место освободить Ты знаешь, постоянно Я тоже такой же человек Но я себя отучаю от этого Вот у меня есть в полке Хламье всякое Старые какие-то ненужные баночки Скляночки Даже какие-то шнуры Плееры старые Я понимаю Я не буду ими пользоваться Но я их берегу Надо прям закрывать глаза Все Избавляться Ну надо Илюш, сегодня поехали по магазинам Поехали в ленту Ну я там думаю Кучу подкупить Там по мелочам Да И Короче В ленте захожу Где Это все электротовары А вот В принципе Это же хорошее Это хоум какой-то Их марка-то Ну понятно Они вот продают это все Да Вот у нас же и пылесос У меня Я покупал еще там Что-то да Пылесосы Хоум это Свечки у меня кстати Хоум Вот Потом что-то у меня Раскупили очень У меня очень интересный Вот кстати Салат можно украшать А все никак Спирали резко Электрическая Тоже такая классная Да А сегодня я тут Ну и вот Поехали в ленту Ну там Купить что-то по мелочам И я захожу И Я прилипла Я увидела перед собой Написано Ну типа Как назвать Для приготовления пасты Устройство Электрическое Ну ты знаешь Илюш У меня паста Это томатная паста Вот почему Так бы и написали Макаронница Какая-нибудь Спагетница Ну спагетница Спагетница Вот Я посмотрела там Множество насадок Она электрическая То есть она И сколько стоит Три тысячи Ну две с чем-то Я прилипла И конечно Если бы не папины слова Я бы уже ее взяла бы Потому что у нас Вот кстати Хом Какая-то там Их фирмы У нас пылесосы Мы покупали Мы довольны У нас есть Тостер У нас есть Вот что мы Причем тостер Такой интересный Для Аришки Всегда интересно Мы хлеб Когда зажариваем Там всякие смайлики Да смайлики Там Улыбочки Улыбочки Интересные Потом У нас спирали резко Очень здорово Это для салатов Для всего Да Свечки я покупал Но знаешь На самом деле Что техника Что вот это все Оно не такое Прямо добротное Но рабочее Но рабочее Оно работает И как бы Верой правду служит И папа тебе сказал Короче Дорогая моя Да И он сказал Ну вот Вот этого у нас Еще нет И я поняла Что наверное Мне не надо Ну на самом деле Я тебя понимаю Я допустим Покупаю тоже Всякие эти Батарейки Чехольчики Для телефонов Аккумуляторы Вот купил я Аккумулятор Тоже в ленте Беспроводной Заряжать Телефон Вставил его Он фигово заряжает Потратил полторы тысячи И потом про себя И потом про себя Себя поругал И думаю Зачем я это сделал Вот так А вообще еще Я просто Я почему еще На что обратила внимание Вот помнишь Что терку покупал В Икеа Там есть такая же Там не такая же терка Но я пришла К выводу Когда она была новой Она терла лучше Наша терка Учительная И вспомню Как она раньше терла И я решил Думаю Пойду посмотрю Терки себе Дай покажем Вон стоит терка Вот она с красной ручкой Да Вот с красной ручкой Да И я хочу вам показать Я как Вот Как выбирать Терку Вот Да Просто вот Надо всегда Смотреть Чтобы вот Видишь Такие вот Выпуклости Здесь были Вот так вот Пальцем Если провести То есть Ты понимаешь Она острая Видишь Достаточно Вот И в общем-то 160 рублей Мамик Ну 160 рублей Не жалко Нет Но на самом деле Терка Ты понимаешь Почему круче Потому что Там была Пластмассовая штука И она вытаскивала Да Но здесь Можно поставить В пиалце Во-первых Тут Силиконовые покрытия И я могу Допустим Если я что-то Перед тем Как делать зажарку Я могу просто В сковородку поставить И И натереть Ну здесь Видишь Смотри Ну за 100 рублей Сколько стоит 160 160 Ну ничего Здесь вообще Какая-то Вот такая Супер острая Это Какой-то Непонятно Это вот Ломтиками Можно резать Вот это Тоже острая Ну в общем Я посмотрела И я Ну решила У нас есть И та Конечно Терка Вера и правда Ещё хочу сказать Пришёл домой А у нас Ароматы Ванили Сладкой Ваты Голубой У нас Мамик-то Испекла А мы сейчас Возьми ножечкой Специально Мы разрежем И покажем Я сегодня Без разрезания Да Ну ладно Я сегодня Пекла Вот такой вот Ну возьми Мы разрежем Покажем Я пекла Вот такой вот Хлебушек В формах Почему Прям такой Прям буханищий Почему я люблю Вот такой хлеб Допустим Мы любим Очень горячие Бутерброды И вот как раз Такие удобно Это вот Как торт Да Будем говорить Я просто сейчас Разрежу И покажу Вам Вот Вот видите Какой Ой Какая Молодец Да Дайте покажу Вот такой Духанчик Да Вот такой Вот прям Ой Ну очень Хлеб такой Я хочу сказать И очень удобно Отрезали Раз И как бы Значит завтра Наутро ты встаешь И делаешь Делаю горячие бутерброды Да Сделаю 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 Мы очень любим Вот И еще я сегодня Ну Испекла пиццу Ну Пиццу я не знаю Я называю пицца Ну это как бы такая Деревенская Деревенская Пицца Деревенский Ну Попом Но я сегодня вообще Даже не ужинал Я нашел Такую вкусненькую Вкусненькую Шаверму Шаверму Съел на работе Две таких Здоровых Шавухи Спишь? Ой Я что-то сплю На самом деле Я так устал Что-то так устал Я потому что По ночам еще В транспляции Иду В приложении в одном Вообще Что-то не высыпаюсь И сегодня По плану Не знаю Как я лягу спать Но постараюсь Лечь пораньше Если получится Пораньше Что-то сегодня Просто какой-то день У меня чумовой У меня всегда Вторник-четверг Вторник сегодня Такой день тяжелый Уже Предновогодний У всех Начинается беготня У меня дети Я помню что Я говорю Не буду делать корпоратив Спрашивают Будет у нас что? Будет все-таки Говорю ладно Будет все У нас будет Вечеринка будет Тридцатого воскресенья Будет вечеринка Ой ну Илюш А я самое главное Я теперь знаешь За что спокойно Ой Извините пожалуйста За такие подробности Мы на работе Можем у тебя Починить унитаз Ой Не надо про унитаз Больная тема Это вообще Это что-то Это караул Вот Но мы разобрали Там насос Там насос Потому что там Как-то получается Основная канализация Находится вверху Мы находимся Немножко внизу И там специальный насос Который все Вот это добро Должен выкинуть Немного наверх И туда нельзя кидать Ни тряпочки Ничего нельзя Ни влажные салфеточки Ни влажные салфеточки Ни туалетную бумагу Ни средства личной гигиены Но за каждым человеком Не проследишь И получается иногда такое Что люди приходят Кидают У меня уже там Ключ Ключ Туалет под замком Под ключом Но иногда Не уследишь И все-таки Накидают Забьют И для меня Это такой транс Это я прям Так расстраиваюсь И в этот раз Да я вам позвонил Я задерживаюсь на работе У меня не получается В девять домой Вечера приехать Приезжайте за мной Захватите отвертку И я буду раскручивать Талчок И мы занимались Где-то до десяти До полодинства Раскручивали руками Лазери Ой, это такое Ну вот люди Если бы люди Вот посмотрели Кто этим Да, занимается Это вообще караул Так я туда даже наклеил На туалет наклеил Пожалуйста Не кидайте Не кидайте Да, ничего Потому что Я уже каждому ученику сказал И до этого у нас Говорю, была там Спецодежная магазин Да И они тоже там Всем сказали Своим И я Всем своим Все равно Кто ему и докинет Так самое главное Что интересно Проверить Работает он или нет Надо снова Да, было спустить воду И вы представляете Мы ведрами Собирали эту воду А это все выливалось Короче, такие подробности Ужасные Но Да, но мы победили Да, мы победили И думаю, блин Камон Вот прикинь Что только в жизни Мам не научишься Я уже научился И толчки раскручивать Ремонтировать И насосы раскручивать И все такое И все на тебе И уборка там Ты, да И Ой, не говорю Поэтому надо Мне после Нового года Ехать отдыхать Потому что реально Сейчас тоже про отдых Мама Ну вот, куда ты Раздыхай Я говорю Ой, сейчас смотрю На эти ребят Потому что чем дальше Тем с каждым Днем билеты На самолет Дорожают И я говорю Блин Говорю Я походу дел Никуда не уеду А так хочется Я расстраиваюсь Потому что хочу отдохнуть И хочу отдохнуть один Хочу посидеть Потому что Работать с людьми Хочется прям реально Восстановиться Набраться сил И дальше работать Правильно? Понимаете меня? Да Нет Вот я тебя понимаю Прекрасно Потому что я Когда работал Тоже в детском саду За целый день Столько наговоришься Приходишь домой И не хочешь Разговаривать Знаешь В каком плане У меня получилось У меня такие дни Сейчас насыщенные Я занятия То есть я один Там веду занятия Мне тетечка Одна приходит Илья Пожалуйста Можно в туалет Я так хочу В туалет Ребенка привела Я говорю Да-да-да-да Можно Я ей даю ключ Сам иду продолжать То есть я ведь Не пойду У меня ученики Стоят танцуют Она пошла Сходила в туалет Кинула мне туда Всяких своих штучек Дрючек Когда девочки Должны раз в месяц Что-то там делать Свои какие-то дела Она это все Дело Использованное Кинула в унитаз Вернулась Дала ключики Ушла Я веду занятия Приходит уже У меня другая группа И другая группа Мама говорит Ребенка отвезти Я говорю Да Они пошли в туалет А я продолжаю там танцевать И она входит и говорит Илья У вас там потоп У вас там все сломано Все забито И мне надо вести урок А у меня уже в голове Не урок Понимаешь У меня в голове Вот эти мысли Про унитаз Да Кто же кинул Да там же все написано Ра-та-та-та-та-та Потом у меня третья группа Я веду третью группу Вторая группа Которая занимались Мама не в раздевалке Ой Лампочка перегорела А я не могу отойти Потому что у меня Ученики Я их учу Я говорю Извините Но я не могу оторваться И вот это вот Постоянно Вот это меня Знаешь Вот это дергание Дергание Ученики там Что-то еще спрашивают И я вот понимаю Что мне реально Нужен реально отдых Какой-то И вот вообще Вот всегда Вот очень обидно И думаешь Боже ты мой Ну неужели Вот это Ну вообще Ну как Ну не понимают Что-ли Ну знаешь Я тебе хочу сказать Наверное не понимают И наверное Я бы тоже не понимал Если бы я сам С этим не столкнулся Знаешь Как обычно Ну не мое Ну и ладно Даже тот же Как бы Не знаю Забивают Тоже в торговых центрах Даже если написано Там Да чем-то Не кидать Все равно Да кто-то Ну Илюш Ты знаешь что Я не хочу далеко ходить Даже взять У нас септик Стоит У нас же У нас тоже нельзя Ничего туда бросать И вот когда приходит Кто-то Допустим В гости Ты же не будешь Вот хоть Я вы знаете Это до смешного Доходит Хоть табличку Ну у нас аккуратно Доставить ведро Ну все Хоть повесь табличку Не бросать Закрывать Аня У нас что-то Глючит И это Глючит Да Вот Не бросайте Ничего В унитаз И вот тоже Последний А там Такие тоненькие Трубочки Вот такая Подробность Да И уже Папа знает И их надо Продувать Чуть ли не ртом Понимаешь Вот приятно Ну а я вчера Блин тоже Мне что приятно Там этот насос Там вообще мракие Там дырень вот эта И ты в перчатках Понимаешь Не пролезешь Не пролезешь Там надо ухватиться За тряпку Какашки все Мам Ну ладно Я короче Я понимаю Боже мой Девочки и мальчики Я понимаю Что Мне надо это сделать И мне Я чуть ли там Не проблевался Какой кошмар Ну вот вообще Конечно Работа-то Какая у всех Тяжелая-то Вот такая У всех Что-то Какие-то Нет А что Это с виду кажется Знаешь Там кажется Ой продавец Да что ему Господи Стою у прилавка И все Ой подумаешь Там ип Танцы он ведет Да что там Ой девочки и мальчики Ой Ой Домохозяйка А что она А что она делает Дома Вот ну что Она целый день Она сидит А вы знаете Я вам хочу сказать Я иногда Вот за целый день Я Я вечером С ног и валюсь Я понимаю Что Я У меня Целый день Прошел на ногах У меня единственный Отдых Это вот Когда мы Да Кушаем Сидим Я за компьютером Причем Мы сидим Едим У нас Стол на кухне Стоит И рядом Со мной Стоит Обязательно Компьютер Потому что Мне Иначе Мне некогда Работать Вот именно Но Опять Смотри куда Я сейчас подвожу У нас Ольга Сестра моя Работает за компьютером Вот видосики Она монтирует с вами Ну на вашем канале В особо Другие могут подумать Господи Да что она там делает Видео нарезала Выгрузила И все Там работа Девочки Мальчики Вы просто не прикаляете Как это Целый день За компьютером Сними Отмонтируй Загрузи Пропиши Продумай Придумай Название Все таки В каждой В каждой работе Работа Это работа Любая работа Слова Вот Дорогие наши Пишите пожалуйста Комментарии Общайтесь Советуйте Темы Что вам интересно Да Тем более Нам будет гораздо Проще Так поддерживать С вами связь Пишите Что вам будет интересно Услышать от нас И мы с вами поговорим О том о сём Пока-пока Пока-пока До новых встреч Чмоки-чмоки Боби-щёки